Сотрудники ФСБ Края пресекли деятельность крупного наркоканала, масштаб которого достиг нескольких регионов. На этой неделе они изъяли почти 5 килограммов наркотических веществ при задержании наркодельца. Житель Красноярского края намеревался сбывать их на территории Барнаула. Всего в машине обнаружили 15 свертков веществ из Новосибирска, Томска, Кемерово и Новокузнецка. Обвиняемый признал свою вину. Сейчас он заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 48 дорожных объектов отремонтировано в Барнауле в прошлом году. Завершено долгожданное строительство путепровода на новом рынке. Отмечен рекорд на низкий уровень безработицы. На особом контроле постепенное повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Это лишь несколько показателей работы администрации города и главы Барнаула Вячеслава Франко в 2023 году. Его отчет выслушали и оценили депутаты и общественность. Много ли плюсов и какие проблемы необходимо решать как можно быстрее в нашем сюжете. Экономика – основа качества жизни барнаульцев. Достижений достаточно в металлургии, производстве вагонов и оборудовании, оптике и электронике. По словам главы города, рекорд на низкий уровень безработицы отмечен в прошлом году. Год от года становятся лучше дороги краевого центра. В прошлом году работы велись на 48 объектах. Из них 34 – это дороги пригорода и частного сектора. Долгожданным стало завершение основных работ по реконструкции моста на новом рынке. Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе. Могу сказать даже не как представитель дорожного направленности, а просто как человек, который сам за рулем передвигается. Город барнауль точно в плохую сторону не выделяется по России, а по соседям, по многим, даже как небо и земля нашей дороги в городе выглядит. Тот факт, что практически во всех сферах жизни краевой столицы есть прогрессивные изменения, отметили в Донгии уже после завершения доклада. А мэр сообщил, мы лидеры среди городов Сибири по строительству жилья, досрочно выполнили программу по расселению домов, признанных аварийными, до 2017 года, модернизируем и строим парки. Проблемный вопрос в Барнауле – пассажироперевозки. За это критикуют. Но, по словам Вячеслава Франко, выводы делают и работу проводят. Администрация города заключила долгосрочные контракты на обслуживание 17 автобусных маршрутов. Контракт предусматривает приобретение перевозчиками нового пассажирского транспорта. При поддержке бюджета города до 2030 года планируется обновить четверть автобусов, выходящих на линию. Депутаты от разных фракций, обсуждая отчет, тоже упомянули о транспортной проблеме и не только. Депутаты фракции «Единая Россия» проехали на новых трамваях в качестве пассажиров. Впечатление положительное. Вместе с тем, в этой отрасли еще остаются нерешенные вопросы. Один из них – несоблюдение графика движения на маршрутах. Этой проблемой еще предстоит заниматься нашему комитету по дорожному хозяйству и транспорту. Несмотря на сложности, результат работы администрации виден в реализации программ, национальных и региональных проектов, которые выполняют своевременно и качественно. Достижений в разы больше. И этот факт отметили и руководители партийных фракций Гордумы, и приглашенные гости. Только коммунистическая партия воздержалась при голосовании. Остальные отчет главы города поддержали. Каждый год ставится задача увеличения заработной платы. Мы говорим о том, что сегодня действительно у нас заработная плата увеличилась, как и в предприятиях по экономике, так и в бюджетных организациях. В городской администрации создана комиссия по работе с участниками СОО, где мы разбираем очень сложные вопросы. Хочется поблагодарить Вячеслава Генриховича за его активную позицию, за его понимание, за то, что он неравнодушен к данной категории. Открытость к диалогу, умение слышать и слушать, далее понимание тех проблем, которыми живет общественная организация, как представитель населения города, вот это все сегодня характеризует деятельность нашей администрации. Поэтому я, если была возможность поставить оценку, ну твердая четверка-то это железно. Кстати, что касается общественного транспорта в Барнауле, по словам главы города, уже в 2024 году в краевую столицу доставят 41 новый автобус. Их пустят по самым важным и нуждающимся маршрутам. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Повторение первой волны 2018 года становится все более возможным. Промерзшая земля и минимум снега – главные факторы опасности. Поэтому сегодня краевые службы готовятся к худшему сценарию. На неделе прошли масштабные учения. На них побывал Данил Кузнецов. Если такой аппарат техники с сине-оранжевыми полосами проезжает рядом, то вариантов два. Либо кто-то действительно тонет, либо проходят учения МЧС. К счастью, второй вариант. Спасатели края готовятся к весеннему паводку и в первую очередь тренируются вытаскивать утопающих. И осуществляет доставку вместо провала под лед самодельного средства помощи, которое представляет собой деревянную лестницу, на обоих контактах которой имеются петли для удержания спасателя с пострадавшим во время транспортировки. Помимо спасателей в импровизированном штабе рядом с Затоном и другие службы – полиция, энергетики, медики – отчитываются о готовности к половодию заместителю председателя Алтайского края Игорю Степаненко. Толщина льда по состоянию на 29 февраля по водным объектам у нас ниже среднемноголетних значений незначительно. И таким образом, при неблагоприятном развитии метеоситуации, уже в 3 декабря, возможно вскрытие малых рек в предгоре Алтая. Эксперты заявляют, что беспокоиться не стоит, все службы готовы. Однако риски есть всегда. И в 2024 спасатели опасаются повторения первой волны 2018 года, когда в крае затопило тысячи домов. Тогда причиной такого сценария стала промерзшая земля. Для некоторых районов эта зима тоже стала малоснежной. Замерзший грунт не впитывает талые воды, и они уходят в низины. Когда земля промерзшая, значит, тогда мы понимаем, что если резкое потепление, не дай бог, еще с дождями, то, конечно же, в это время ждите того, с чем придется бороться. Состав формирований, конечно же, у нас улучшился. Улучшилась и федеральная группировка, улучшилась группировка подразделений территориальной системы РСЧС. Мы продемонстрировали только малую часть сей группировки. Порядка 2000 человек, порядка 300 единиц техники. Это только группировка, которая предназначена для оперативного реагирования. Также на случай худшего сценария развития ситуации по всему Алтайскому краю сделали 400 пунктов временного размещения для 60 тысяч человек. Но оценить предстоящий масштаб паводка можно будет лишь в конце марта, начале апреля. Даню Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Молодежь Алтайского края все чаще покупает дачные участки. Особенно не пользуются спросом у молодых семей с маленькими детьми, отмечают эксперты. Кроме очевидной возможности самим выращивать овощи и ягоды, такую заинтересованность связывают со значительным увеличением цен на продукты. На какие-то позиции по сравнению с прошлым годом цена выросла вдвое. Как в таких условиях живут бурнаульцы, какие продукты подорожали и как можно выгодно приобрести дачу, выясняла наша съемочная группа. Выращивать продукты самим. Так в Алтайском крае все больше растет спрос на дачные участки. Так на смену старшему поколению к земле начинает тянуть и молодежь. Причина вполне очевидна, рассуждает эксперт Владимир Марков. Мы с вами знаем о том, что сейчас очень трудное время, когда импортозамещение существует. Поэтому очень многие, особенно те семьи, у которых есть дети, они более и более заинтересованы в приобретении земельного садового участка, для того, чтобы выращивать для себя вот такой набор овощей, плодов и ягод. Интерес к дачным участкам продиктован прежде всего пользой и натуральностью продуктов, выращенных самостоятельно. Но повышение цен в магазинах тоже неплохо стимулирует на домик в деревне. Цены на ряд базовых продуктов с декабря прошлого года на настоящий момент изменились так. Стоимость говядины за килограмм выросла на 73 рубля, курицы на 53 рубля, колбасы на 72, макароны подорожали на 15 рублей, а огурцы на 71 рубль за килограмм. Что-то незначительно подешевело, что-то значительно подорожало, но тенденции именно на рост цен никуда не делось. Подъем есть, конечно, с прошлым годом не сравнить. Намного. На некоторой позиции даже на два раза была на цену. Не только яйца, как все сейчас на этом делают акцент. Та же элементарная консерва, она, мне кажется, в три раза подорожала. Уже себя ущемляешь, где-то что-то покупаешь, не то, что хотел. Ну, конечно, вот колбаски кусаются, как бы цена. Фрукты очень дорогие. Конечно, хочется и фруктов уже в такие годы покушать, и какой-то вкусняшки. Помню, в те времена было, конечно, попроще. На пенсию можно было жить. Как говорится, в кошелечек не заглядывать. Это кошмарно. Особенно, когда видео попадается такое, что, ну, год 2002-й, женщина набрала 4 пакета продуктов на 7 тысяч. Ну, как-то вроде особо не задумываешься ежедневно об этом, а вот анализируя то, да. Вообще, может быть, в чем-то отказывать приходится или все-таки нет? Нет, работать больше приходится. Молодежь, кроме того, что больше работает, ищет лайфхаки и занимается не только дачным садоводством. Так моя коллега Ирина Корчагина обустроила дома свой мини-сад. Начала выращивать зелень не столько из-за экономии, хотя за зелень уже столько надо зелени отдать в магазине, что уже, ну, может быть, проще самим это выращивать. Но, наверное, главное, мне скоро 30, ну, уже как бы тянет к земле. И еще немаловажный момент. Я знаю, из чего это все сделано, как это все выращивалось. Мне так спокойнее. Очень сложно все это выращивать, потому что микрозелень очень капризная. Ну, у меня получается. На покупку дачи Ирина еще не созрела. Хотя в барнаульских садоводствах активно привлекают новых садоводов. В некоторых даже предлагают два года бесплатно пользоваться участком, а потом стать членом СНТ. Да и в целом неосвоенных заброшенных дачных территорий в крае предостаточно. К примеру, Барнаул в трех территориях. Это Павловский, Первомайский, Косихинский, Тольменский. Ну, естественно, Барнаул – пригород. До научного городка, до Павловской границы у нас сегодня есть пустующие участки, которые можно без большого труда приобрести. Кстати, покупка участка сегодня легко может обойтись в сумму до полутора миллионов. Все зависит от близости к городу, доступности транспорта и наличия домика на участке. А кому-то дом не важен, главное – есть земля, где можно что-то вырастить. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Потребительский терроризм – одна из главных головных болей для предпринимателей в последнем десятилетии. Ведь из-за злоупотребления принципом «клиент всегда прав», спор зачастую заканчивается разбирательствами в суде. Особенно напряженно этот вопрос стоит на рынке недвижимости. Какие меры предпринимают застройщики и действительно ли они жертвы? Расскажем далее. У меня строится квартира в Москве, она сейчас уже достроена. Идет срок задержки строительства. Я прекрасно понимаю, почему это происходит. И мне раздается звонок компании, которая предлагает мне подать иск на застройщика, для того, чтобы получить финансовую компенсацию. Диана говорит, это классический случай так называемого потребительского терроризма. Вместо того, чтобы уладить ситуацию с подрядчиком мирным путем, сразу пишется иск в суд. В последние годы тенденция к злоупотреблению клиентскими правами распространилась по всей России, констатирует эксперт. Лишь за 2022 год застройщики выплатили 48 миллиардов компаниям, занимающимся претензионной работой. Причин для такого роста несколько. Во-первых, повышение юридической грамотности людей. Во-вторых, проблемные застройщики. По отношению года 2-3 назад была значительная проблема с просрочкой исполнения по передаче квартиры. То есть застройщики с того момента очень подкорректировали договоры. Как правило, они указывают сроки очень-очень с запасом и выдают квартиры на полгода, бывает даже на год раньше. Сейчас к алтайским юристам все чаще обращаются с другой претензией. Некачественная работа. Происходит такое из-за экономии на стройматериалах и рабочей силе. Причины могут быть незначительными – помята входная дверь, сломан стеклопакет. И серьезными – проблемы с полом и стенами. Если застройщик не согласен решать их, то стоит провести экспертизу. Попробовать нажиться на проколах подрядчика – идея не лучшая. Доверителю объясняется о том, что если экспертиза выполнена с намеренным увеличением стоимости, то в суде она будет падать. Чем больше она кручена, тем сильнее она упадет. Поэтому всегда такие люди есть, но это, как правило, исключение. Если, как такового, потребительского терроризма нет, и человек просто отстаивает свои права, то проблем, скорее всего, не возникнет. В подавляющем большинстве случаев суд встанет на сторону покупателя. Однако из года в год у застройщиков возникают новые идеи по защите своих прав. Федерация ИЖС сейчас активно продвигает внедрение стандарта технического приема всех объектов. Безусловно, это платная история. И, безусловно, она тоже будет накладывать свое влияние на цену на конечную. А пока эту функцию выполняют платные специалисты, которых нанимают некоторые жильцы для приемки квартир. Успокоит ли конечного потребителя общая экспертиза, спасающая от возможных недочетов, но которая повысит и без того дорогую стоимость квартир – вопрос открытый. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Прямые рейсы в Турцию из Барнаула запустят в начале мая. Это будет второе международное туристическое направление после Пхукета. Несмотря на дорогие путевки, барнаульцы раскупают их довольно быстро. Есть ли риски отмены чартеров, а также мнение экспертов о популярности внутреннего туризма, в том числе в самой краевой столице, в нашем сюжете. Турция уже долгое время хит-продаж летнего отдыха. Такая востребованность туров из Барнаула в Анталию, особенно семей с детьми, сомнений у представителей алтайской туротрасли не вызывает. Конечно, вылет будет зависеть от загрузки рейсов и вряд ли примут решение об отмене чартеров. Я думаю, что такая ситуация уже маловероятна, потому что Турция всегда востребована у горожан. Рейсов не так много поставлено, и я думаю, что они будут заполнены. Очень удобно лететь напрямую с Барнаула, потому что дополнительная дорога – это, во-первых, и дополнительные затраты, и временные затраты. Алтайский край и Горный Алтай – тоже давно точка притяжения туристов. Последние пару лет турпоток к нам из центра России увеличился на 20-30%. И это еще не предел. Туроператоры говорят, комфортных точек размещения становится больше, а это для многих один из основных факторов. Причем бронировать лето надо уже сейчас, иначе мест просто не останется. Топ-5 самых популярных туристических мест Алтая от Натальи Белоусовой. Во-первых, это район Манжирока, потому что там появился достойный сервис, инфраструктура. Второе место – это район озера Ая, потому что это близость, во-первых, к аэропорту и так далее. Третье место – это, наверное, Белокурьяха, потому что, конечно, это, во-первых, так как для лечения ее выбирают, так и для семейного отдыха. Это у нас, наверное, Телецкое озеро, потому что сейчас дорога туда тоже становится более комфортной. Ну и пятое место – это, наверное, Высокогорье, то есть это район Октаж и туда выше. То есть это возможность посмотреть другой Алтай и возможность сочетать с экскурсионкой. Все чаще туристы, выбирающие Алтай, заезжают в Бурнаул. Да и, в принципе, туры по городу становятся все более востребованы. Есть что показать, говорят эксперты. В первую очередь уже отреставрированные объекты. Дом Шадри на ресторан «Русский чай» сейчас реконструируют сразу несколько зданий на Льва Толстого. Из новинок – парк «Изумрудный». Да и районы города советской эпохи тоже многим интересны, рассказывает Данил Дегтярев. Многое зависит от знаний и опыта экскурсовода. Если это экскурсовод, который в теме, который знает факты, знает истории, может рассказать об интересных людях. Я вот тут недавно посмотрел хронику жизни Барнаула во время Великой Отечественной войны. Так вот, к нам за три месяца приехали, вот просто вдумайтесь, Константин Паустовский, Николай Черкасов, это актер Александра Невского играл, который Изабелла Юрьева, певица народных песен, Леонид Утесов, Вольф Мессинг. Вот пять звезд за два-три месяца. Туры по городу востребованы круглогодично. Ну, конечно, летний период самый популярный. Скользить и падать не придется, говорит историк. Чаще всего туристы – это молодежь, но есть и активные люди за 70. Ну и топ-5 мест Барнаула, по мнению Дегтярева. Это Нагорный парк, улица Льва Толстого, кварталы деревянного зодчества на Анатолия и Никитина, парк Изумрудные окрестности, а также проспект Ленина от Старого базара до площади Октября. Во всех этих местах он сам был неоднократно и, что называется, рекомендует. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Денис Толком. В Алтайском крае впервые почти за 10 лет провели этап межрегиональных соревнований по дрифту. В них приняли участие пилоты из Барнаула, Кемерова и Новосибирска. Этап прошел на новом гоночном треке «Ракета». Ее наконец-то достроили спустя несколько месяцев. Однако пока это лишь черновая версия. Зачем ее переделывать и как участники соревнований отзываются о трассе? Смотрите далее. Езда на грани – норма для этапа сибирского межрегионального кубка по дрифту. Только так здесь можно побороться среди 40 с лишним человек за место на подиуме. Соревнований подобного уровня в Алтайском крае было около 10 лет. А на почти полноценном гоночном треке – вообще никогда. Речь, конечно, о трассе «Ракета» под Павловском, которую инициативная группа строит с прошлого года. Трек действительно получился сложным. Его особенность в том, что резкие повороты идут буквально друг за другом. Из-за этого скорость невысокая, и приходится грамотно отрабатывать все перекладки, чтобы не замедлиться. Она не сильно скоростная, но есть моменты, где нужно ускориться, и присутствует перепад высот, который тоже немаловажную роль свою играет. Опять же, лед заливной. То есть, лед здесь льют, он какой-то тоже специфичный, он не такой, как везде, он сильно скользкий здесь. Чтобы автомобиль лучше держался на льду, участники настраивали подвеску и двигатель специально под эту конфигурацию. У кого-то были и нестандартные решения для правильного распределения массы и прижима задней оси машины. Например, радиатор в багажнике. Некоторые участники любят использовать вот такую вот аэродинамическую конструкцию. Ее ставят на седаны, чтобы они были похожи на универсалы. Например, как двойка или четверка «Жигули». Ее смысл в том, чтобы, когда машина начинает занос, то благодаря сопротивлению воздуха, который как бы попадает на конструкцию, машину не разворачивает и сносит чуть-чуть дальше. Но на этом треке подобного рода конструкция бесполезна, поскольку она начинает работать на скорости приблизительно от 70 км в час. Так что приспособление больше подходит под треки в Новосибирске и Кемерове, где еще соревновались участники в рамках межрегионального кубка. Новосибирск. Там был мотодром, такая закольцованная трасса овальной формы с несколькими перекладками. Кузбасс был большой автодром с длинной дугой, там пару перекладок и опять дуга. Чтобы трек «Ракета» приблизился к званию автодрома, его для начала нужно переделать, потому что он получился слишком сложным. Для расчетов чистового варианта используют специальный автосимулятор, чтобы пилоты сразу понимали, насколько удобно ехать по одиночке и в паре. «Ширина останется прежней, изменится разгон. Мы увидели, что у нас достаточно такая затычная трасса получается, если говорить про дрифт. То есть будет прямик так же проходить, как он есть, но постановка будет происходить с такого флая. Флая и с большой дуги. То есть там, где сейчас земляная куча, там будет большая скоростная дуга». Несмотря на грядущие изменения, философия трека сохранится. Он по-прежнему будет в первую очередь для маломощных автомобилей. Сейчас остается дождаться июня. Спецтехника переделает земляной вариант конфигурации и далее будет укладываться асфальтовое покрытие. Поэтому не исключено, что в Алтайском крае наконец-то появятся регулярные официальные соревнования по летнему дрифту. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Режим весна включен. Несмотря на ранний неутешительный прогноз синоптиков о том, что в Сибири потеплеет только к концу марта, весна в регионе уже ощущается. Светлеет раньше, солнце светит чаще, а дневная температура понемногу, но повышается. Так в предстоящие праздничные дни днем в Барнауле воздух прогреется до плюс 3 градусов. Весна для многих – это предвкушение радости, новой жизни и красоты. На улице тоже ожидается благодать. В длинные выходные, хоть и будет идти небольшой снег местами, солнце начнет по-весеннему пригревать. На следующей неделе дневные температуры несколько упадут, но не ниже минус 5 в Барнауле. Поэтому в целом можно уже говорить о том, что пришла весна не только календарная, но и погодная. Лучи Алтайского солнца в Краснодарском крае всю неделю излучала Наталья Астахова. Она участвовала во Всемирном фестивале молодежи в качестве волонтера. А всего в ее копилке десятки подобных масштабных мероприятий. Добровольством она занимается давно и признается, что это для нее своего рода переключение. В Международный женский день мы поговорили с ней о том, что должна позволять себе каждая женщина, какие качества нужны всем людям и что дает ей волонтерство. Эмоциональная отдушина. Я работаю на двух работах. У меня тяжелая ситуация в семье. Но когда я знаю, что впереди будет волонтерство, то быстрее делаются все дела. Меня поддерживает семья. И ты понимаешь, что ты опять получишь новый опыт. Встречаешься со старыми друзьями. Встречаешь здесь друзей по сочинским, как раз по олимпийским играм, по чемпионатам, по всем. То есть это вот такой заряд энергии. И я считаю, что женщине очень важно иметь какое-то место, где, с одной стороны, отдушина, ну, чтобы, ну, как сказать, отдыхать от домашних забот, хлопот, не думать, что там сегодня приготовить на ужин. А с другой стороны, чтобы ты потом вот зарядился энергией, а потом как аккумулятор будешь ее потихонечку отдавать. Нужно уметь сочетать это и заботу о семье, и работу добросовестную, конечно, и возможность попутешествовать. Тем более, что волонтерство – это классно, когда тебе предоставляют крышу над головой. Если ты не ленишься, то и каждый день вырываешься на пять минут посмотреть на море. Нам-то людям из Сибири море в диковинку. И вот это вот состояние самое сложное во всех упражнениях, извините, это оторвать себя от дивана. Мое желание помогать, оно воспитано во мне семью и моими родителями. Что если видишь кого-то, кому плохо, трудно, подойди, спроси, предложи свою помощь. И вот это вот вылилось сначала просто помогать всем, кто есть рядом, потом вот такое вот волонтерство. И еще личный сугубо мотив – я делаю своим внукам крутую бабушку, когда они у меня будут. Скажите, а чем вам помогает вот культурный обмен, общение с иностранцами? Что дает вам для развития, для какого-то духовного просто? Ты понимаешь, насколько они ценят и любят Россию, насколько они, правда, вот дорожат своим приездом сюда в Россию. И ты понимаешь, что ты лицо России. Ну вот какое есть там уже с морщинками, но улыбка и доброта, которую мы, не только я, все волонтеры транслируют. Все иностранцы отмечают одно и то же, что здесь вот от каждого волонтера они видят только поддержку, только помощь, только доброту и улыбки. Этим вот как раз ценно вот это состояние здесь. То есть мы тут большой такой генератор по производству доброты и радости. Завязываются контакты между людьми. И я думаю, что вот это вот количество контактов перерастет в качество отношений. Когда для меня теперь, не знаю, там, господи, девочки у меня были из, сейчас вспомню, из Колумбии. Ну что такое Колумбия? Крошечка на карте. Но теперь я знаю, что там живут три милые девочки, Хулиана, Алехандро и Лаура, которые теперь мои уже подруги. Ну как я теперь буду относиться к Колумбии? Я буду, во, Колумбия, там у меня знакомые. Или, во, Мексика, у меня там знакомые. То есть, если честь, то я в моем кокошнике разослась, наверное, по тысячам инстаграмов мира. Мое лицо будет светиться во всем мире, потому что я была в кокошнике, яркий такой, принимающий человек. Будет наверняка больше дружбы в этом мире однозначно. Если уж не между странами у политиков свои взгляды, то между людьми точно. А что посоветуете другим женщинам? Что им делать, чтобы быть счастливыми, позитивными? Ну, наверное, счастье каждый понимает по-своему, классическая фраза. Самое главное – стараться жить здесь и сейчас, жить сегодня. Не откладывать на завтра хорошую косметику и красивое платье. Надеть их и блистать там, где ты можешь блистать. Учиться чему-то новому. Говорят, старость начинается тогда, когда тебе лень учиться чему-то новому. Найти какое-то рукоделье, хобби. Ну, комнатные цветы выращивать. Даже вот тут расцвела архидеечка и праздник. И тебе не надо ждать 8 марта оно расцветет, когда ей вздумается. То есть не надо ждать, пока тебя кто-то осчастливит. Делай себя счастливой сама. Найди, что для тебя счастье. Цветы, вышивка, общение с подругами. И позволь себе быть счастливой. Трать силы, время и даже деньги на себя. И тогда у тебя будут ресурсы, чтобы отдавать их другим. Мы женщины отдающие в основном. Но чтобы было что отдавать, его же надо иметь. А чтобы иметь, надо заботиться сначала о себе. Накануне Международного женского дня транспортные полицейские со всей Сибири провели акцию 8 марта в каждый дом. Присоединились к ней и Барнаульские стражи порядка. Здравствуйте. Сотрудничаем. Поступающим 8 марта. Спасибо большое. Многие дамы встречают праздники на рабочем месте. А для проводниц служебное купе уже давно стало вторым домом. Женщины-проводники и начальники поездных бригад встречают первый весенний праздник в пути в разных частях нашей страны. Чтобы подарить им немного тепла и увидеть улыбку на их лицах, мужчины-полицейские преподносили дамам букеты тюльпанов на рабочем месте у вагона поезда. Абакан, Ачинск, Новосибирск, Красноярск, Барнаул. В каждом населенном пункте проводницы были одинаково тронуты вниманием сильного пола и благодарили за приятный сюрприз к 8 марта. Ну, во-первых, праздник весны, солнца, мира, добра, ну, хорошее настроение, так скажу. Конечно, приятно. Женщине всегда приятно, когда внимание и цветы. С поздравлением всех представительниц прекрасного пола сегодня обратился и губернатор Виктор Томенко. Он напомнил, что в год семьи в стране объявлены новые меры поддержки материнства и детства. Подчеркнул, что большую роль в поддержке наших бойцов, в создании уюта в семье, в сохранении традиций играют именно женщины. Глава региона искренне поздравил прекрасных жительниц Алтайского края. Дорогие женщины Алтайского края, вы прекрасны, вы яркие, умные, талантливые, успешные, нежные и заботливые. Невозможно перечислить все слова, которые готовы сегодня и каждый день говорить вам, любящие вас мужчины. В этот прекрасный весенний день желаю вам счастья, здоровья, благополучия. Пусть любовь и душевное тепло, которыми вы так щедро делитесь с миром, возвращаются к вам стократно. С праздником! Каждый день мы знакомили вас с необычными жительницами Барнаула. Они занимаются любопытными и не всегда женскими увлечениями, не сидят на месте и не позволяют этого всем вокруг. Сегодня мы расскажем об одной из них – Наталье Васильевой. Мы ее узнали накануне возрождения парка «Юбилейный». Наталья наполняла его жизнью еще до масштабного преображения, а сейчас организует там народные праздники «Масленица ближайшей». Юлия Щепина познакомилась с активной героиней. Мы в наш парк «Юбилейный» едем, как тогда в пионерское лето. Парк всегда в нашем сердце живет. Он как вешнее солнце на свете. Автор стихов про парк «Юбилейный» – жительница Барнаула, общественница и просто удивительная женщина Наталья Васильева. Народные традиции и ее давние увлечения. Этими знаниями она делится на праздниках, которые сама же организует – на носу масленица. Одни возрождают парк благоустройством, а она вдыхает жизнь. «Мы пригласили в прошлом году и будем приглашать дендрарий. Боже, это же можно сделать второй дендрарий». Наталья – музыкант, историк, гид-экскурсовод, учится стрелять из лука, расписывает платье и через все занятия проносит народные мотивы. Вот такая спинка, лен. Это все, ребята, это манжирок, потому что мы там с ней были. И там на манжирке в свое время росли белые лилии и золотые лилии. Ну, это вот мы их взяли, нарисовали. В доме Натальи много интересных вещей. Стол в виде змеи, люстры с павлинами, подносы ручной работы. «Мебель вся сделана руками Петра Петровича. Вот его место, мужское место. Это всегда утром у нас он сидит, здесь пьет чай. Я сижу напротив, я уже так вот. Я сижу напротив, и мы, например, иногда беседуем. О чем? Нам очень обоим нравится литература». В частности, поэзия. Супруги регулярно проводят литературные вечера, собирая по 15 человек. «И было на службе, и в сердце. У них огромное небо, огромное небо, огромное небо, одно на двоих». А еще Наталья обязательно выделяет время на поездки. Тобольск, Казань, Томск, Ямал, Санкт-Петербург. Неполный список городов, где она была. «Я просто поражаюсь ее вот этой всей. Я говорю, Даша, ты куда опять? Ну, у нее такой, ее пыл такой, такой зуд общественный. Она, бывало, уезжала куда-нибудь. Даже поехала в Питер, я погощу там на 40 дней. Знаете, в один год взял, что посчитал. Год 365 дней. Наташа, а тебя дома не было за год. Где-то дней 120 с чем-то». В планах поездка на зимний Байкал, на ледовый фестиваль, а в мечтах – всемирное мероприятие под названием «Игры кочевников». Причем не просто его посещение, но и участие, а, возможно, и создание аналогов в Барнауле. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, День с толком. В эти праздничные выходные будет сказано много добрых слов. Мы решили узнать, какие приятности барнаульцы говорят женщинам и что приятно они слышат от них. «Девушкам, маме, подружкам какие приятные слова ты говоришь?» «Ну, то, что они самые лучшие, лучшие, у них никого нету и никогда не будет». «Комплименты какие-то, само собой». «Чтобы они оставались самыми лучшими для нас, красивыми, умными, чтобы привлекали нас». «Красивая, милая». «Ну, что-то обыденное». «Ты добрая». «Ну, вот такие основные». «От женщин, от девушек приятные слова в свою сторону какие-то слова, что тебе говорят?» «Ну, на самом деле, ничего такого не говорят особо». «Харизматичный, какой еще смешной в основном, забавный». «То, что я милый». «У меня волосы красивые». «Что я красавчик». «Про внешность могу сказать, что ты сильно выгляжешь или еще что-то». «От девушек редко слышу комплименты». «Но с равно же хоть когда-нибудь слышу?» «Не, ну, наверное, девушки же, как мужчины, уже по поступкам обычно оценивают. И нас же просто так обычно не хвалят и комплименты не говорят. Нам же обычно, когда мы что-то сделали, говорят». Говорите приятности по поводу и без. Поздравляем вас и ждем поздравлений от вас, дорогие зрители. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова